Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг. Меня зовут, наконец, Александр. И обзоры рынка в четверг и в пятницу с вами проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня. Самая важная новость, которая выйдет в 12.00 по московскому времени, это индекс потребительских цен. Другими словами, отчет по инфляции. Предыдущее значение вышло на уровне 8,6%. Новое прогнозируемое, мы ждем на уровне 8,9%. Отчет показывает, что инфляция в еврозоне растет. Это видно и по другим показателям. Экономический рост сейчас очень сильно замедлился и идет на спад. В этой связи нам следует обратить внимание на валютную пару евро-доллар. В текущих условиях евро-доллар не может расти. Текущее значение цены 1,0160. По самым скромным оценкам, мы ждем падения к уровню паритета. Сейчас трейдеры, которые торгуют по фундаментальному анализу, прекрасно понимают, что евро в таких условиях расти не может. Но с точки зрения технического анализа, картина складывается аналогичным образом. Цена находится в сильном нисходящем тренде. Если посмотреть на график, мы с вами видим, что цена сейчас отбилась в нисходящем тренде от уровня поддержки. Уровень паритета – это просто первая цель. Возможно, что цена пойдет еще ниже. Как мы с вами ранее прогнозировали, цена может идти на уровень 0,98 и даже ниже. Следим за событиями. Новость достаточно сильная. С понедельника цена находится во флете. Возможно, что сегодня вернется на рынок этот нисходящий драйв, и мы увидим новые значения. Рассмотрим другой финансовый актив – это нефть марки Brent. Каждую среду выходит отчет по запасам нефти в Америке. И мы с вами можем констатировать, что вчерашняя статистика вышла положительная для рынка нефти. Отчет показал, что в Америке нефть сократилась на более чем 7 миллионов баррелей. И мы уже увидели с вами последствия на графике. Нефть оттолкнулась от уровня 92 доллара, сейчас скотируется выше 93 долларов. По самым скромным оценкам, текущий отчет может привести к тому, что нефть может вырасти до уровня 97-98, возможно, даже дойти до 100 долларов за баррель. По нефти предпочтительными позициями будут сейчас на покупку. На покупку, хотя общий тренд все равно остается нисходящим. Это покупка от уровня сопротивления к следующему уровню поддержки, который как раз-таки находится около уровня 100 долларов. Рассмотрим валютную пару фунт-доллар. Текущее значение фунт-доллар торгуется выше уровня 1.20. По фунту, на мой взгляд, уже всем трейдерам все ясно. Сейчас цена находится в сильном нисходящем тренде. И рынок просто ждет импульса для дальнейшего снижения. Первая цель – это уровень 1.18. Если ваша торговая стратегия позволяет находить позиции на продажу, я думаю, что это будет одна из лучших сделок. Перспективы движения цены более 200 пунктов. Соответственно, сильные новости по фунту мы с вами ждем завтра. Из тех новостей, которые мы с вами уже видели, показывают, что инфляция в Великобритании растет стремительным образом. Она может выйти уже выше 10%. Прогнозируется на уровне выше даже 12%. Если говорить по поводу прогнозов экономического роста, сейчас эта задача практически невозможная. Она откладывается, скорее всего, до конца 2023 года. Из других инструментов следует тоже обратить внимание на индекс доллара. Индекс доллара сейчас вернулся в восходящую динамику. На следующую цель мы ставим на уровне 107 долларов. Соответственно, если индекс доллара будет расти, смежные валютные пары, которые коррелируют с индексом доллара напрямую. Это евро, доллар, фунт, доллар, доллар, иена. Мы ждем также укрепления американского доллара. Что ж, это были все новости на сегодняшний день. Увидимся с вами завтра. Успешной вам торговли. И всего наилучшего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok